Мисс ГГТУ У нас все участницы просто восхитительные. Я думаю, несомненно, что Мисс ГГТУ – это точно не кто самый красивый или кто самый умный, а просто кто умеет совмещать в себе абсолютно все качества. И какие-то свои организаторские способности, и ораторские. И преподнести себя так, чтобы все восхитились. За высокий титул боролись шесть представительниц разных факультетов. Тематика этого года – женские образы в мифологии разных стран. Студентка факультета дошкольного образования Анастасия Родионова и ее группа поддержки примерили на себя роль эльфов. Эльфы в разных мифологиях очень сильно отличаются по стилистике. Мне больше понравилась история про скандинавских эльфов. Эльфов их там называют альвы. И скандинавские руны на девочках писали, рисовали. И вообще, в принципе, у нас такой обрядовый танец. Болельщики активно поддерживали своих потенциальных мисс. Жюри оценивало обаяние, оригинальность, артистизм, чувство юмора конкурсанток. Девушки блистали эрудиции на интеллектуальной викторине. Рассказывали о себе и своих увлечениях, представляя традиционную визитную карточку. Очень много не спали, готовились. Было очень интересно. И на репетициях просто невероятная атмосфера. Это все очень душевно. Я вообще не люблю себя как оценивать, но я добрая, открытая, общительная. И поэтому я бы хотела стать мисс ГГТУ. Выбор предстоял непростой, но он все-таки был сделан. Звание мисс ГГТУ получила Дарья Лина. Вице-мисс стала Анастасия Родионова. Остальные участницы отмечены в отдельных номинациях. Продолжение следует...